Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео. Хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментарии. Также не забываем про подписочки, ну и в общем-то всё вы и так без меня знаете. Итак, ребята, сегодня я хочу закончить до конца прокачку и перестройку своих мехов. Как вы помните, в прошлой серии мы её начали, сегодня мы должны её закончить. Итак, кстати, да, я обещал, что скажу вам, был ли какой-то ответ по клановым войнам. По предыдущим, как вы помните, были бага войны, где наш клан выиграл, но при этом мы почему-то проиграли. Да, пришёл ответ, что действительно был баг и нам должны вернуть награду. Я сейчас попытаюсь на экран вывести ответ. Пока ещё не было. Пока ещё не было возвращения, но я надеюсь, что будет и мы, как бы, с моим кланом получим заслуженную награду. Об этом я тоже обязательно расскажу позже. Итак, начинаем с улучшений. Ребята, в принципе, в принципе, мне бы хотелось, наверное, улучшить Торс Беттери Армор. Некоторые писали, что Виндиго лучше. Да, ребят, Виндиго, конечно же, сейчас лучше, но когда я прокачаю Беттери Армор, я думаю, что он будет более интересен для меня. И также я хочу прокачать те оружия. В смысле, да, я хотел бы прокачать Торс, но лучше я прокачаю оружие, которое у меня сейчас легендарное. Я хочу всё-таки уйти в фул мифик. Мне кажется, это будет намного более эффективно. Мы сможем более эффективно использовать своё оружие и, соответственно, я буду, в принципе, более эффективен, что, конечно же, играет довольно немаловажную роль. Поэтому сейчас мы с вами тратим опять же... Блин, куда это я убрал? Подожди, надо Легу сделать. Надо сделать Легу. Как же без этого? Опять же, мы сейчас тратим где-то 600 тысяч, ребят, но серьёзно, без этого никуда. Действительно, надо тратить очень много денег, если вы хотите перестроить, пожалуй, правильно сказать, своих мехов, потому что иначе просто ничего не получится банально. Вот и всё. Так, Energy Protector нам не нужен, он только до Эпика прокачивается, а нам, в свою очередь, нужны легендарочки. Twisted Flux тоже только Эпик. Давайте... Я просто не хочу отдавать некоторые вещи, которые могут мне пригодиться в будущем. Вот Corp Light можно. Он нам точно уже не понадобится, потому что у нас их, в принципе, много. 20-18 и тратим ещё 53 тысячи. У нас есть ещё один Max Epic. Теперь тратим его, ну, как бы, используем его, чтобы сделать из него легендарочку. В принципе, очень легко можно модули просто вот так вот убрать. Готово. Ещё полтосек отдали и ещё плюс одна Лего. Так, теперь давайте попробуем. Я думаю, что у меня уже, в принципе, должно хватить. Хотя бы Rock Recaller я хочу прокачать. Так, ну, давайте смотреть. Hit Point. Я думаю, что он у меня, по-моему, уже есть один. Блин, пока не буду его тратить. Я не уверен, что он у меня есть. Посмотрим. Это отдаём. Это отдаём. Flaminator точно... Точнее, Hot Flash точно отдаём у нас. Он точно есть. Это не будем отдавать. Это всё мне может пригодиться. Блин, я вот не помню, Hit Point у меня есть прокачанный или нет. По-моему, у меня была... Был Hit Point легендарный. Давайте сейчас я гляну сразу же, чтобы точно не тупить. Так, 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 так. Hit Point, Hit Point. Вот он, 32 уровня. Изи. Всё, тогда прокачиваем спокойно с помощью второго Hit Point. Мне два 100% не нужно. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Сто тысяч, ребята! И Rock Recaller становится мифическим. Вот это уже уровень. Да, только три использования. Но, ребята, по мощи он топорику вообще ни разу не уступает. А в чём-то даже лучше. Так, отдам ещё несколько эпиков, потому что мне, как бы, сейчас столько много не нужно. 77. Ну, давайте до соточки хотя бы, может быть. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, 81, 85. Давайте 85. Пофиг. Окей. Хорошо. Плюс к урону. Это всегда хорошо. Всегда суперски. Плюс 40 урона. Это получается от 182 до 363. Отлично. Всё. Этот мифик у нас уже есть, ребята. Что мы делаем дальше? А теперь мы с вами банально прокачиваем Френтик Брюд также до мифика. Он нам тоже должен быть прям супер прокачанный. Прямо прям под завязочку забитый, я бы даже сказал. Так. А если я так сделаю? Блин, вообще жёстко не хватает. Вы посмотрите на это. Что это за подстава? Давайте отдадим, может быть, вот так вот. Мне просто очень не хочется тратить лишний пауэр юнит, поэтому давайте мы хотя бы так вот как-нибудь попробуем опять же через эпики перебраться. Денег у меня уже не хватает, но хотя бы один. Блин, вы чё, серьёзно? Жесть, спасибо большое. Ладно, давайте ну хотя бы так отдадим, ладно, пофиг. Хотя бы одного робота мы с вами вкачали до фулл мифика, точнее просто до мифика. До фулл мифика мы вкачаем скорее всего... Блин, а как мы вкачали-то, если мы только до легендарки прокачали? Сейчас нам надо ещё сто тысяч, чтобы... И плюс нам... Ой, ребят, да, это надолго. Это явно надолго, потому что, сами понимаете, у нас пока что вообще ещё даже не близко. Смотрите, что у нас с вами получается здесь. У нас здесь получается, что тут у нас мифик, но надо торс будет прокачать. Я надеюсь, что в следующей серии этим займусь. Здесь у нас тоже мифик, но не фулл. Здесь у нас надо прокачать легендарочку. И здесь у меня тоже одна легендарочка. Надо будет её прокачать. Я надеюсь, что в следующей серии мы хотя бы до мифика полноценного дойдём. Здесь три легендарки надо будет прокачать в мифик. Здесь эпик, который надо прокачать в мифик. Ещё один... Блин, офигеть. Я просто офигеваю. Да, много чего надо еще сделать, ребята. Давайте попробуем сразиться на войне именно с этим. Вот я не помню, я первый раунд, по-моему, показывал вам. Да, по-моему, показывал. Давайте попробуем сразиться на войне с тем, что у нас есть сейчас. Я без понятия, как вообще все получится. У нас все-таки, конечно, здесь... Так, погоди, погоди. Это убираем. Я хочу немножко потише сделать, а то что-то слишком орет. Итак, у нас с вами здесь не полноценный фул мифик, просто частично, частично, так сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. Сможем ли мы сделать результат лучше, чем в прошлый раз? Смотрите, в чем прикол. У нас тут теперь уже не топорик, у нас рок-рикойлер. Ну, блин, да, фрэнтик-брюд, конечно, это просто жесть. Иногда, конечно, он хорошо выдает, но вот в данный момент я вообще недоволен, конечно. Так, давайте сразу через Найтфул добьем, в принципе, пофиг. У нас Найтфул это единственная нормальная пушка, которая действительно выдает просто суперски. Так, 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 не добьет. Отлично, у нас есть еще одна возможность нанести побольше урона. Хорошо, второго робота мы почти снесли. Слушайте, ну, я хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что у нас с вами... Блин, вот надо его побыстрее добивать, потому что у меня... Угу. Так, ладно, давайте через дрона добьем. Блин, вот ошибка. Ошибка, ребята. Ладно, по идее, я все равно смогу вот так выйти. Да, могу. Угу. Но... Блин, какая проблема, ребята! Ну вот, это как раз таки нехватка урона. Это нехватка урона, но еще и моя ошибка в том, что надо было стрелять, а не дрона активировать. Блин, это плохо. И еще очень плохо, что аннигиляция отлично работает против энергетических мехов, но в моем случае у меня нет оружия, которое работает абсолютно без энергии. Поэтому фиг его знает, как пойдет, ребята. Посмотрим, посмотрим. Так, здесь в принципе уже вот так и, ну, в принципе, вот так. Да, ну смотрите, мы все равно двумя роботами уничтожили всех трех, причем довольно прокаченных. Ну, а сами понимаете, лучший результат здесь у меня не получилось сделать. Ну, просто банально, потому что у меня он недостаточно прокачен. Здесь, ну, я не вижу... Ну, давайте, как видите, ребят, у меня клан просто суперский. Мы реально вынесли тут почти всех под 90%. Поэтому здесь 94 вообще. Ну, хотя бы давайте попробуем здесь еще раз сразиться. Я не вижу смысла здесь особо сейчас что-то пробовать, потому что, как вы понимаете, ребят, у нас все равно здесь уже сложно будет перебороть максимальные проценты. Потому что, ну, мои ребята не дремлют и вносят очень неплохо дэмэдж по противникам, поэтому, по-моему, все супер. Так, хорошо, давайте еще один рок-рекойлер добиваем с найфа. Вот, видите, сейчас все более-менее четко. Надо очень грамотно распределять те оружия, которые мы имеем. Так, здесь Найт Игл плюс Фрэнтик Брюд. Хорошо хотел сказать. Надо будет подумать насчет Фрэнтик Брюдов для второго меха, потому что, ну, если честно, я тоже не совсем доволен тем, что второй мех у меня, конечно, будет полностью зависеть от рандома. С одной стороны, это прикольно, но можно создать фановую сборочку, а можно создать еще в дополнение к ней нормальную, адекватную сборочку. Я вот пока не знаю, как лучше сделать. Что, добьет? Ой, вообще красота, ребята. Вообще красота! Просто все, что я могу сказать. Ну, тут уже он наш дрончик добивает, и мы одним мехом уничтожили всех троих. 3404, ребята! Это новый рекорд! И лучшая атака клана это именно Чинаски. 92 процента. Супер! Не буду оставшиеся две атаки использовать, мне, в принципе, и так хватает для понимания, что мы всех, в общем-то, разнесли. Смотрите, ребят, в чем прикол? Я не буду, наверное, сейчас играть на арене именно этой сборкой, потому что, сами понимаете, у меня здесь много еще не дособрано. Из-за чего, я так предполагаю, что лучше будет поиграть пока что. Пока что! Все-таки старой сборочкой, а потом уже, в случае чего, можно будет перестроиться на новую, когда я ее, конечно же, уже до конца вкачаю. Здесь сюда, здесь сюда, и здесь у нас, в принципе, все ок. Пойдемте на арену, скатаем парочку боев, почему бои нет, у нас там седьмого ранга, почти с шестого, я до шестого все-таки не добрался. Опача! Это хорошо! Это хорошо! Ребят, прокачивать пока что ничего не буду, я думаю, что на следующей серии мы с вами нормально прокачаем оружие, уже именно по вознесению я имею ввиду. Так, у меня 148. Восстановление, что ли, вкачать? Или вот, наоборот, тепловое, так, не тепло, вот, охлаждение. Либо охлаждение, либо восстановление, чтобы мне вкачать. Давайте охлаждение. Хочу охлаждение посильнее сделать. Поехали! Сыграем пару боев на арене, тоже затащим, я их надеюсь, потому что мы, в принципе, на таком ранге, где в целом еще встречаются слабенькие противники. Хотя тоже, на самом деле, сильно зависит от того, как повезет, потому что может спокойно какой-нибудь стоповый чувачок спуститься на нижние ранги, чтобы повыбивать себе победы, дополнительные для клана. И будут не очень приятные ощущения с ним встретиться. Так, только можно мне побыстрее, пожалуйста, подобрать противника? Игра! Пожалуйста, побыстрее! Что-то как-то ребята долго ищут. Давайте я включу запись, когда найду. Отлично! Ну что, поехали! Посмотрим, собственно говоря, что нас здесь ждет. Блин, надо было первого робота ставить... Ой-ой-ой! Вот я что-то затупил, если честно. Надо было первого робота ставить... Второго робота надо было ставить основным. Вот я что хотел сказать. Ой-ой-ой! Сейчас быстро он меня перегревать, конечно, будет. Ну ладно, попробуем сразиться. У меня, в принципе, это тепло нормально, но вот охлаждение очень слабое. Это, кстати, ну такая идея для усовершенствования меха. Возможно, мне стоит что-то все-таки придумать с охлаждением, потому что... 170 маловато, ребят! Маловато! Все, что я могу сказать. Как видите, у меня уже проблемы по охлаждению. Давайте, наверное, выключу двигатель сразу. У него, к счастью, нет взрывной бомбы. Это его большая ошибка, потому что если бы была взрывная бомба, он бы, наверное... Я бы не смог выйти из шатдауна просто. Но, благодаря тому, что у него взрывной бомбы, нет! Мы в принципе... Блин, ну вот чуть-чуть не хватило. Можно было бы вообще в оверхит даже не выйти. Ой, ну как же! Я вот не люблю такое. Остается совсем чуть-чуть и есть реальный шанс, что он меня сейчас до шатдауна доведет. Угу, угу, угу. Да, ребят, надо что-то думать с охлаждением. Я подумаю. Я обязательно пойду к следующему видео, потому что охлаждения, как вы видите, супер не хватает. Но! У меня есть второй робот, который как раз-таки очень неплохо сражается против тепловиков. Очень неплохо! Давайте смотреть, что же он придумает, что же он сделает для того, чтобы хоть как-то сравниться со мной. Так, Найт Игл раз. До Найт Фла я все еще не дохожу, поэтому использую Фрэнтик Брюд 2. Окей! Начинаем неплохо, ребята! Согласитесь! По хпшечке уже видно, но у него еще и, видите, даже эпики есть, поэтому я думаю, что мы все-таки победим без особых проблем. Но, тем не менее, мне все равно очень даже это нравится. Фрэнтик Брюд еще разок. Ну, на соточку. Блин, мне надо думать, ребята, тоже насчет Фрэнтик Брюд. Напишите в комментах, что думаете. У меня же основная сборка получается на второго меха это два Фрэнтик Брюда. Если честно, мне кажется, надо все-таки как-то... Я не знаю, с одной стороны, многие собирают два Фрэнтика, потому что они в сумме могут нанести, ну, тысячи полторы урона в лучшем случае. Но я боюсь, что часто у меня будут такие... С моей удачей будут такие ситуации, что будут наносить они 200 урона. И это вообще нифига не прикольно. Так, ну, давайте уже добиваем его. Понятно, что у него шансов нет. Не знаю, что он там еще пытается трепыхаться. До свидания. Готов. Готов, ребята. Поехали дальше. Ну, это восьмой ранг, естественно. Я думаю, что нет смысла как-то хвалить с победой на восьмом ранге. Это изи, это изи. До седьмого дойти реально особых проблем нет. Я думаю, что я этот сезон тоже на седьмом, даже, может быть, если постараться, энергетические роботы первым ставлю своего основного, конечно же, потому что он супер антиэнерго. Его очень сложно, ребят, довести до энерджи брейка. Очень сложно. Это чисто антиэнергетический робот. Так, поехали. Включаю сразу дронечка, включаю сразу найпигл и начинаем выносить потихонечку дэмэдж. У него нет шансов довести меня до энерджи брейка. Вот в чем прикол. То есть он может меня там как-то, вот видите, 203 осталось, там 172, 147 и оп! 405. То есть он может опять же, стреляет. Неплохо, неплохо, ничего не могу сказать. Но, например, сейчас я вообще энергии не потратил, как видите. Так что, ребята, ну он уже понял, что тут у него шансов нет, поэтому гэ-гэ, гэ-гэ. Отлично. Пошли дальше. Давайте до первого поражения. Помните, у нас раньше когда-то была такая традиция играть до первого поражения. Так, здесь два тепловика. Давайте с теплового и начнем. Посмотрим, может быть, сможем нормально противостоять, но два тепловика это, конечно, могут быть проблемой. Здесь мне хорошо бы сразу на пэт передвинуться, чтобы он мог потратить ход для того, чтобы ударить меня молотом и я опять же передвинулся бы на пэт. Это хороший вариант. Смотрим. Он подойдет и ударит с молота? Или же что-то другое сделает? Смотрите, если он бьет с молота, то я передвигаюсь на... Угу, а у него есть еще такая пушка. Я не заметил ее. Вообще не заметил, ребят. Забавно. Забавно. Так, ладно. Если он меня перегревает, а он меня перегревает по любасу, то, в принципе, у меня должно хватить охлаждения, чтобы, ну, как бы, чисто увезти в оверхит и с оверхита опять, как бы, сделать выстрел. Посмотрим. Так, перегревает. Окей. Окей. Оверхит. Отлично. Так, давайте рискнем. Блин, чуть-чуть не хватило. Если бы я сейчас его добил с одного выстрела, это было бы просто идеально. Поехали. Дальше смотрим. У него здесь, в принципе, то же самое, да? Я так понимаю, что там у него лежит как раз-таки этот... Не рок-риколер, а, короче, хит-риколер. Ну, который дробовик для тепловиков. Я так думаю, что он там именно. Ладно, но я думаю, что все равно шансы у нас есть, ребят. Просто он может вывезти меня сейчас сюда. Я могу, в принципе-то, переместиться на регенчик или выстрелить все-таки лучше будет. Регенчик или выстрел 800. Ладно, пофиг. Поехали так. Поехали так. Я думаю, что он меня сейчас все равно до шатдауна не доведет. Я, опять же, оверхитнусь и все равно смогу нанести еще дополнительно 600 урона. Не думаю просто, что 100 регена мне как-то... Блин, или... Супер, супер. Мне прям еще бы десяточка и у меня бы уже не хватило. Идеально. Просто, ребята, идеально. 600 урона, конечно же, мой энергетический мех легко снесет. И он это тоже прекрасно понимает. Готово. Идем дальше. Пока идем просто. Отлично, ребята. До первого поражения сражаемся. Здесь физик. Ага. И тепловик. Окей. Окей. Я надеюсь, что он тепловика ставит своим вторым, а я своего первого, соответственно, ставлю первым. Ну-ка, если сейчас тепловик, это плохо. Очень плохо. Хорошо. Отлично. Так. Давайте думать. Если я его сейчас ударю топором, я его откину на этот... Давайте так сделаем. Давайте сделаем так, ребят. Его сейчас тоже, по идее, откинет на минус этому, к резисту. Я думаю, что... Ну, короче, так будет поинтереснее, как мне кажется. Либо он телепортируется вообще. Нет, он не телепортируется. Хорошо. Так, давайте теперь думать. Можно, в общем-то, отойти сейчас вот сюда. Но у него есть Night Eagle. Это бессмысленно. Это бессмысленно. С другой стороны... Ну, нет, это бессмысленно, ребят. Это бессмысленно по многим причинам, поэтому давайте просто шпарим через дэмэдж. Пока что я думаю, что это будет самым разумным как бы вариантом, потому что... Смотрите. Раз, раз, все. Теперь возвращаем его сюда. Бьем. Отлично. Неплохо, неплохо. Реально, в такой ситуации, я думаю, что это самый лучший вариант был. Я так думаю, по крайней мере. У него здесь уже Rock Recaller не работает, но это, в общем-то, и не важно, потому что, сами понимаете, у него... Как бы этот дрон сейчас отъедет. Нормально. Он, кстати, прокачал своего дрончика. Ничего не могу. О, боже мой, вы серьезно? Это фейл, ребят. Ну, это автоматический фейл, просто банально, потому что... Ну, ладно, что я объясняю? И так все понятно, в принципе, я думаю. Так, он тратит ход, это неплохо, но использует дезоляцию, это не очень хорошо. Как бы мне здесь лучше сделать? Я так думаю, что самый лучший вариант... Блин, я, в принципе, могу вообще забить на то, что я на минусе стою. Поехали, ребят, попробую забить. Это не очень хорошо, с одной стороны, но я думаю, что шансы есть. Поехали. Так, бьет снова с дезоляцией, снова с дезоляцией, и мы, по идее, сейчас можем его добить. Смотрите, раз, два. Красиво, красиво, ребят, я думаю, что никто не поспорит, реально получилось кайфово. Восьмой ранг у нас почти что сделан, давайте, ребят, прям, чтобы, сейчас будет очень классно, если мы с вами добьем до седьмого, было бы реально классно. Так, тепловик идет, и, блин, он может быть энергию возьмет, давайте попробуем так отыграть. Давайте попробуем так отыграть. Тепловик первый, если да, то отлично. Да, супер. У нас конкретная контра получается, ребят, тепловик против теплов, ну, значит, антитепловик против тепловика, и антиэнерго против энерго. Супер. Просто идеально мы с вами сейчас сработаем. Я доволен лично, прям, отлично, я очень доволен. Бьется молот, конечно, он хочет использовать вот эту свою пушку, но мы это не дадим ему сделать, ребята. Тут вообще ни в коем случае нельзя давать ему использовать эту пушку, слишком уж большой дэмэдж она выпишет нам, ну, под 800 где-то, я вообще не хочу, чтобы такое было, поэтому надо стараться не давать ему такой возможности. Абоминейшн, ну, нет, он здесь не сможет ее использовать никак, все окей. Не считая урона с френтик-брюта, конечно же, но в остальном все окей, хорошо. Что он здесь делает? Ага, телепортируется, нет? Нет, не телепортируется, ладно. Тогда мы немножечко отыграем под себя, 243 смогу ли я нанести? Да, смогу, по идее. Окей, хорошо. Так, смотрим, что у него по второму роботу, ребята. Как видите, меня он сможет легко до энерджи-брейка довести, вообще без каких-либо проблем. Главное, чтобы он меня не добил, это было бы так хорошо, если он меня... Вау! Да ладно, да ладно, супер. Это самый идеальный вариант, ребята, как вы понимаете. Просто самый идеальный. Ну, я бы все равно победил, на самом деле, робот не самый лучший. Своим вторым роботом я бы его добил, но... Вот это ему не подкрутили. Сейчас подкрутили мне, как вы понимаете, ребята. Просто очень красивый бой, и опять же, им очень сильно доволен. Добиваем. Изи. Он бы здесь никак не смог победить, просто я надеюсь, что вы это понимаете. Даже подкруточка в мою сторону никак бы ему не помогла. Готово. Изи победа. Фу! О, седьмой ранг, ребята. Да, для некоторых это покажется слишком слабенько, но для меня это вполне неплохо. Кстати, обратите внимание, у меня в клане уже, ребята, два с золотым черепком, два с серебряным. Супер. Вступайте в клан, кстати, есть сейчас свободные места. Чинацкий пауэр называется. Будура. Три свободных места, как бы, я исключаю не активов, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать. Ну что, ребята, на сегодня будем заканчивать. Кстати, у нас с вами 116 тысяч есть. Давайте по-быстрому. Может быть, если просто получится, это было бы просто суперидеально. Так, легендарки. А у меня все равно нечего вкачать, к сожалению, да? У меня аж пауэр юниты закончились. Ну ладно, пауэр юнитами мы займемся уже в следующий раз, ребят. Опять же, подкоплю денег. Хотя бы миллиончик надо реально подкопить, чтобы все красиво вышло, поэтому лайк, подписка, колокольчик, спонсорская подписка, все ссылки в описании, ребята. С вами Болчинацкий. Надеюсь, вам будет вести сегодня и вообще, в принципе, так же, как мне сегодня. До скорой встречи. Пока-пока.